вплоть до смертельных случаев. Отделения выполняют огромную работу, а они сегодня участвуют в качестве докладчиков. Интеграцию, как говорится, практики и науки. И вижу в наших этапах очень много практических наших уважаемых коллег, и в свое время профессоров нашим, и молодежь. Я думаю, это очень дорого стоит, потому что несчастная такая интеграция, такая аудитория вместе собирается. Говоря о том, что, в принципе, действительно наша больница в корне отложной помощи уже тесно интегрирована в работе со Синьянским нашим университетом, о чем я сказал Хадилл Кагогулыч, я тоже хочу сказать, что действительно это та интеграция, которая дает хорошие практические плоды. И вот очень наглядный пример данной интеграции, данного партнерства и как клинической плоды это вот с Кайдзарой, Хадилл Кагогулыч, патолог Антонинской. И когда-то начиналась наша больница, действительно, два года, уже восемь месяцев работает. И вот госпожа Исмаилова, профессора, уже живущей кафедры, изначально сориентировала свою кафедру, нашу патологанатомическую службу. А я могу сказать, что благодаря этой кафедры наше отделение патологанатомическое, оно состоялось. Действительно, 98% у нас скрытие в больнице, очень тесная интеграция идет, и, соответственно, это все благодаря, вовремя, вот этой соединенной работе. Если говорить о клинической диагностике, всех видов отравления, действительно, нам постоянно приходится, сталкивается в ежедневной практике. Если говорить о объеме, значит, доли нашей больницы, это не менее 30% наших пациентов составляет это токсикологические больные. Значит, ядовитые растения и так далее. Поэтому то, что неоценима вот эта кафедра, где весят век, я сейчас хочу подчеркнуть, что она, значит, на такой уровень городской подняла проблему отравления. И здесь собрала в этом зале, вот я верю, действительно, уважаемый господин Дережимов, человек, который тоже, как бы, в силу своей специфики работает, и наша токсикология плотно работает, и, соответственно, в год у нас тоже получается, к сожалению, данный исходный год, не менее где-то 60%. Спасибо, Мамат Тураревич. Я с большим удовольствием хочу представить слово Новыхаму Талиевичу Ирежепову, поскольку тот большой объем работы, научная, которую кафедра в настоящее время проводит, не участвует практически весь коллектив кафедры патологической анатомии. Материал, который мы изучаем по наркотической интоксикации, конечно, предоставляет Центр судебной медицины. И судебно-медицинские эксперты этого филиала, Алматинского, они активно... отравления, это относится к эпидемии насильственной смерти, поэтому, соответственно, все участники города и Алматинского вышли обслуживаются в Анатинске. Я надеюсь, что действительно вот эта конференция, она необходимая, это поднимает очень важные вопросы, касающиеся проблем на сегодняшний день, в связи с тем, что, в последнее время, сами все знаете, что увеличивается число. АПЛОДИСМЕНТЫ ДОКЛАДИСМЕНТЫ ДОКЛАДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, Вашему вниманию будет представлен доклад под названием «Комплексное изучение некоторых аспектов судебно-медицинских экспертиз при наркотических интоксикациях и произведениях». И вот его рассказывание за моментальное наслаждение над смертью. От этого ядовитого вещества, которое ввергает его как бы в состоянии эйфории. Поэтому идет взрывоопасная ситуация в нашем городе. Если взять, поднять архивы, у нас есть такие сведения всех происшествий, то почти 70% падает на алкоголиков и наркоманов. Следовательно, идет параллельно родноболеваемости с ПИДом, туберкулезом, вплоть до всех венерических заболеваний. И, естественно, высокая, наиболее высокая смертность именно среди этого контингента населения. Итак, мы провели ретроспективный анализ судебно-медицинских заключений по смертельным отравлениям. Отравление входит в интоксикацию. Второй его синоним – интоксикация. Поэтому все это идет после нашей конференции. И вот по данным Центра судебно-медицинного филиала имеется нестабильная динамика заболеваемости и смертности от наркотических веществ. Кроме того, та же самая история в прилежащем регионе. Нестабильная отражает тот факт, что в некоторые годы это очень высокая смертность, в некоторых годах она средняя, но кое-где по регионам она даже низкая, что, конечно, нас очень порадовало. Но, к сожалению, это единые регионы. Вывести какую-то общую закономерность оказалось сложно, потому что десятилетние данные имеют такой волнообразный характер, что отражено на этой диаграмме. Но мы здесь позволили себе показать вам за 5 лет, 2007-2011 год. Как вы видите, если вы смотрите на левую половину в процентах, то от общего количества умерших от интоксикации, смотрите, в Алматы 40%, 35% и так далее. Самый благополучный оказался Жамбылский регион, где, в общем, достаточно низкая смертность. Вот это пересечение всех этих кривых показывает, насколько пляшут эти данные. Но мы пытались проанализировать, но мы это еще не довели до конца. Возможно, это еще и связано с иммиграционными потоками. Основными задачами нашего исследования, которое мы проводим уже второй год в рамках МОНовского проекта, мы изучали структурные изменения миокарда и сосудистого роста. Почему именно этого органа? Поскольку чаще всего причиной смерти наркомана является сердечно-сосудистая, острая или легочная недостаточность. И поэтому, конечно, нам, как пато-морфологам, было необходимо посмотреть, что же происходит в сердце наркомана, для того, чтобы потом показать это вот на таких конференциях, на студенческих конференциях. Возможно, мы выйдем в школу, мы хотим посетить МВД и вот эти вот данные показать, что творится с важнейшим органом нашего организма. Итак, мы посмотрели состояние миокистологических и гистохимических методов, позволили изучить особенности структурных изменений миокарда и сосудов, в том числе сосудов микроциркуляции. Я думаю, что аудитория подготовлена, что состояние сосуда микроциркуляции является важнейшим условием для нормального функционирования сердца. Использовали мы все методы, которые были нам доступны и которые технически были обеспечены за счет финансирования МОН-РК. Университет позволил нам использовать 60% финансирования на техническое обеспечение, на реактивы, ну и так далее, на оснащение нашей гистологической лаборатории. Использовали световую поляризационную фазово-контрастную микроскопию. Чтобы осуществить поляризационную фазово-контрастную микроскопию, мы получили прекрасный микроскоп, который дает нам возможность исследовать световом варианте фазово-контрастным. Это, конечно, позволило нам более глубоко изучать тот орган, который мы ставили по главу угла. Итак, что мы получили? По результатам наших исследований впервые установили факт преобладания смертельных исходов от острого травления наркотиками на фоне хронической наркотической интоксикации, как в Алманте, так и в регионе. То есть в основном это хроники. Это тем более печально, раз это хроники, они годами занимаются наркотиками, употребляют, и встает вопрос о том, где же все службы, которые должны этим заниматься. То есть здесь стоит вопрос остро профилактики. Вот смотри, острых отравлений, то есть когда вот впервые принял наркотик, колон и сразу умер, в основном составляет менее 3%. Почему? Это обычно шоковое. То есть как бы на токсин организм его не воспринимает, дает шоковую реакцию, человек умирает. У нас есть такие случаи, и причем это молодые люди. А учитывая, что в Алма-Ате высокая аллергизация, высокий аллергический фон, то это неудивительно. Но, повторяю, в основном это, конечно, хронические наркоманы, и при следующей какой-то дозе они уходят. Почему? Потому что поражаются центры продолголатого мозга, сосудодвигательные, дыхательные. Но фон у них уже изменение в организме, вот который мы и изучили. Итак, микроскопические изменения краеносных сосудов, кардиомиоцитов, при остром отравлении в фоне хронической интоксикации. Это острые повреждения кардиомиоцитов. Что значит острое отравление? Это в следующем докладе кандидата Наук Алтаевой будет раскрыто. Поэтому я здесь не останавливаюсь на этом подробно. Эти острые повреждения кардиомиоцитов являются марфологическими маркерами фибрилляции желудочка. То есть клиницисты ставят причину смерти фибрилляции амиокарды там левого такого-такого желудочка. А мы микроскопически доказали, что это бывает в 86% случаев. То есть, может быть, не всегда клиницисты додиагностируют это состояние. Кроме того, смотрите, дистрофические очаговые атрофические изменения кардиомиоцитов. Для студенческого литерства кардиомиоцитов это основная парихематозная клетка миокарда. И вот если в цитоплазме этих клеток развивается дистрофия, то, естественно, такие волокни не могут сокращаться в том ритме, в котором они должны это делать. Кроме того, развиваются атрофические изменения. Прямое токсическое действие наркотика приводит к этим изменениям. Рядом лежащие кардиомиоциты подвергаются гипертрофическим изменениям в 74%. Ну и, наконец, что является доказательством того, что этот наркоман хроник. Это диффузные и мелкоочаговые иногда сетчатые склеротические изменения в интерститии миокарда, то есть сеттные ткани между мышечными волнами и вокруг сосудов или в круговую или частично. То есть пепель или парабаскулярно. Почти 40% случаев. Так, следующий. Вот я хотела вам показать этот грубоволокнистый сетчатый склероз. Окраска вангизон. Зеленоватый цвет окрашены кардиомиоциты. Посмотрите, они расположены гнездами, хотя они должны быть сплошным полем. Между ними красного цвета волокнистая соединительная ткань. Поэтому этот участок он не может выполнять полноценно свою функцию, поскольку соединительная ткань не может осуществлять функцию кардиомиоциты. Это, так скажем, соединяющая коннектика тищи соединяет кардиомиоциты. Следующий. Что касается расстройства кровопрещения. Во всей литературе мы это подтверждаем. Обязательно имеется расстройство кровопрещения в миокарде. проявляется это тем, что резко повышается пронятяемость стенки сосудов. Опять-таки под прямым токсическим действием наркотиков. Обратите внимание на цветной слайд справа. Вот это кардиомиоциты розового цвета с ядрами синими и между ними в центре пожалуйста вы видите так скажем озеро эритроцитов. Это диапедезные достаточно крупные кровоизлияния. Ну это один участок это во многих участках. То есть свидетельство то что кровь как через сито проходит через сосуды микроцикуляции накапливаются в интерститии. Кроме того в сосудах нарушают реологические свойства. Это стазы саджирование так скажем достаточно снипание форменных элементов крови которые должны свободно находиться в плазме и естественно микротромбоз. А раз микротромбоз то кардиомиоцитов дистрофия некробиоз вплоть до некроза отдельных групп кардиомиоцитов. Естественно действуют наркотики на эндотели то есть выстилающие эпители сосудов. Они могут случиваться подвергаются некрозу и находятся в просвете то есть дискламируются. Тем самым они способствуют опять-таки развитию различных тромботических изменений в токе крови. Следующий. Естественно могли бы задать вопрос но я его опережаю. А ведь то что вы показываете может быть связано с атеросклерозом. Хотя я уже сказала мы увидели что это в основном молодой возраст. Но мы изучили коронарные артерии то есть артерии несущие кровь во все структуры в сердце и показали что в подавляющей большинстве случаев атеросклеротических изменений не было. Хотя сейчас появляются данные что атеросклероз особенно в нашем регионе может развиваться уже и в 20 лет и в 25 а я в своей практике ставила диагноз атеросклероз либо вообще отсутствуют либо слабо выражены это первая и вторая стадия это липидные полоски без бляшек то есть они не суживают просвет сосудов коронарных и таким образом не они обусловливают эти изменения в миокардию вот здесь вот показана коронарная артерия но она спазмирована правда выстилка практически отсутствует вот отдельные эндотерриальные клетки остались и то они набухшие состояние дистрофии и вокруг сосуда широкое поле перевоскулярный склероз вот это характерно для хронических наркоманов так следующий очень характерно для поражения наркотиками поражение генозного роста обычно все исследования как-то отмечают вот так мелкого калибра и прочее а на вен обращают меньше внимания мы делали себе задачу посмотреть венозное русло и увидели что венозное русло очень быстро и активно реагирует на интоксикацию наркотиками они резко расширяются вот здесь как раз в центре вена резко расширены и в ней мы видим выраженное полнокровие да еще идет сладжирование эритроцитов слепаются а как известно нарушение кровопрощения не только в артериях но и венах ведет естественно к вторичному страданию миокарда наши морфологические исследования были как я уже сказала дополнены биохимическими исследованиями наиболее доступным методом это было исследование перикардиальной жидкости но надо сказать что когда судебные эксперты подозревают что больной умер от передозировки и вообще это скажем хроник то они конечно берут на исследование кровь умерших от наркотической интоксикации урину другие биологические жидкости и некоторые органы и своими методами им помогают химики обнаружить наркотическое вещество мы уже смотрели перикардиальную жидкость и кровь умерших методом колориметрии и определяли изменение количества ферментов как я уже сказала алтайстэ таламиноменотрансфераза и аспартам аминотрансфераза и было выявлено вот выявили как раз те кто занимался этой биохимией трехкратное увеличение количества ферментов этих как в крови так и перикардиальной жидкости вопрос а для чего а для того что эти ферменты являются маркерами состояния миокарда и если произошло такое увеличение это говорит о том что миокарди проходят тяжелые дистрофические некробиотические вплоть до некробиотических изменений опять таки некоронарогенного происхождения и таким образом мы судим о том что да у него было тяжелое нарушение морфо-функционального состояния миокарда далее проводились химико-токсикологические исследования перекардиальной жидкости крови и мочи умерших от наркотической интоксикации методом тонкослойной хроматографии для обнаружения наличия и вида наркотических веществ но это проводится судебным участием химиков показали что на нашем материале вот этот двухлетний за 10 лет преобладает отравление опиатом в частности морфином морфином из него же производят синтезическим способом героин ну героинщики они уходят в первую очередь а вот морфинисты они веселятся так скажем могут веселиться несколько лет а затем все-таки умирает а второе место это комбинированное отравление морфином и этанолом ну то есть алкоголем поэтому что удивительно что вот эти люди они теряют чувство реальности морфин сам по себе очень выраженное токсическое действие оказывает но это если еще на фоне алкоголизма до или после или вместе то конечно вот по нашим данным такие люди быстро именно умирает в течение может быть нескольких часов и находят их где угодно на лестничной площадке там где-то под забором просто на улице и так далее следующий таким образом мы использовали комплексный подход в диагностике отравления ну естественно это постмортальная диагностика я думаю вы помнили наркотическими веществами которые включала патоморфологические биохимические химико-токсикологические методы исследования конечно мы может быть не открыли Америку но мы подошли к киню этой проблемы поэтому это является инновационным подходом в области судебно-медицинской экспертизы конечно мы можем и хотели порекомендовать это для внедрения практического здравоохранения но естественно судебную медицину с возможностью почему мы это хотим сделать с возможностью ускорения постановки судебно-медицинского диагноза я должна сказать что судебники работают очень широко тщательно но не всегда методы показывают наличие наркотического вещества вот в тех орган которые не взяли а если взять еще перекридиальную жидкость то это очень объективный и быстро осуществляемый метод исследования на наличие наркотиков на наличие вот этих ферментов и поэтому диагноз можно значительно быстрее выставить для умершего конечно это имеет большое значение для статистики для самого умершего для практического здравоохранения и поэтому мы считаем что мы тогда можем поставить диагноз при возможном отрицательном результате по выявлению наркотика в организме умершего когда я это впервые увидела у меня конечно появились такие мысли как же так оказывается этим же занимается московская школа судебной медицины это профессор Пигулкин у него есть монография и там я вычитала что у них да они думают в том же самом ключе но мы не первые открыватели но тем не менее по Алмате Алматинскому региону мы проводим это впервые благодарю за внимание господин Режефов название статистика витальных исходов от различных видов отравлений по городу Алматы пожалуйста тема нашего уклада статистика витальных исходов от различных видов отравлений по Алматинскому виляму центр среди медицины я как говорил уже Алматинский вилям обслужив город Алмату и респект который вызвал здесь веные вещества попавшего внутрь в организм яд это вещество которое проник вреди мал взросл единство химических венитий для внешних химических вещества во многом химические травмы и отравления это понятие совпадающие поэтому можно понимать как это одно и то же отражение спирта метилон и на втором действии так сказать наркотические вещества химические отравления различными химическими целями на последнее время осталось автор на своем миссии с проблемой доклад по нашей программе носит название на казахском языке уже выступает саечника пожалуйста это господин Айдолхулов Абдиманат Шадатаевич доклад через амбдиманат Продолжение следует... 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 Продолжение следует...